Здравствуйте, дорогие друзья! С вами шоу Оля Гвакамоли, я его ведущая Милана Орехова. Наше шоу выходит при поддержке сайта Спорт День за Днем. И сегодня у нас в гостях прекрасная семья Света Мельникова и Кирилл Александров, имеющие непосредственное отношение как к спорту, так и к здоровому питанию. И сейчас Кирилл покажет нам небольшую тренировку, которую вы можете делать практически везде, дома, в командировку, если вы уехали. Это не будет что-то уникальное, это будут планки, упражнения на спину, отжимания. Это то, с чего я начинаю свой день. Начинаем с обычной планки, стоим в ней, ну скажем, 10-15 секунд. Затем мы меняем планку положения на локтях, удерживаем горизонтальное положение. После этого мы переходим в боковую планку. Для утяжеления можно делать, допустим, ее на одной ноге. Отсюда мы переходим снова на локте, переходим снова в боковую планку. После этого встаем в классическую планку и начинаем делать переступания. Стоим еще 10-15 секунд. И начинаем делать переступания, но с другой руки. После этого ложимся, делаем рыбку, поднимаем одновременно руки и ноги и удерживаем статичное положение. И в конце делаем отжимания, кто сколько может. Все, упражнения закончены. Не бойся спорта. Кирилл только что показал нам суперкороткую, суперэффективную тренировку. А теперь мы все отправимся вниз в ресторан Евразия готовить супер-хелфи-бранч, который поможет нам побороть чувство голода, чувство усталости, насытиться витаминами, хорошим настроением. Так что поехали! Дорогие друзья, шоу Оли Галкамоли снова с вами. Мы вернулись с Светой и Кириллом с тренировки. И теперь мы очень голодны, очень хочется побыстрее устроить наш хелфи-бранч, но для этого нам сначала нужно приготовить несколько блюд. Забегая вперед, скажу, что вы сможете их использовать не только как идею нашей рецепты для своего здорового бранча или завтрака какого-то обычного. Вы можете все эти рецепты использовать в течение дня, по своему усмотрению, выбрав порядок употребления этих блюд, и у вас получится прекрасный здоровый день, направленный на детокс, на восполнение организма различными витаминами. И вообще это будет очень вкусно и красиво. Вот у нас тут целая лавка практически фруктовая. Да, и сегодня мы будем готовить суперпростые рецепты, которые можно очень легко приготовить. Это не требует какой-то суперподготовки, предварительных замачиваний, запариваний. Буквально все там, знаете, на каждое блюдо 10-15 минут. Они максимально полезные, очень простые, легкие. И там, если вы готовитесь к Новому году, это может быть как элемент детокса. Это растительные полностью продукты, растительные, как сказать, растительные блюда, да, мы делаем с вами. Вот, но я думаю, что начнем с того, мы приготовим с вами сегодня льняную кашу. И вот у нас тут стоит семена льна. Да, вот семена льна. Потом мы с вами сделаем уже, я думаю, все знают, это че-пудинг, да, уже, мне кажется, кто-то его не делал. Даже в Старбаксе продается. Да, уже везде. У нас будет более здоровый все-таки вариант. Еще очень классный суп по рецепту Саша авокадо. Из авокадо. Из авокадо, да, вот. Рогично. Соответственно, я думаю, что мы начнем с че, чтобы замочить семечки. Семена че, в смысле. Мы берем, да, стаканчики, чтобы сразу порционное сделать. У нас тут на стаканчиках Джонни Уокер. Джонни Уокер, но мы против алкоголя. Мы против алкоголя, и поэтому мы... Как эти... Кто, как они называются, люди, которые... Мы трезвенники. Да нет, то, что мы трезвенники, это понятно, но мы еще назло всем, кто любит алкоголь. Вместо алкоголя насыпаем в Джонни Уокер. Собственно, да, попираем все каноны выходного дня, когда люди предпочитают здоровой пищи, нездоровую... Нездоровые мальчики. Ну, такая пища симпатичная, да. Да, вот это много, так насыпала. Да, ну, будет более насыщенный белком, потому что семена чия содержат много белка растительного, и это такой хороший очень десерт. Мне надо сосредоточиться на готовке. Да, тогда я вот скажу пока, что я буду нарезать манго для того, чтобы добавить потом в наш чия-пудинг, потому что чия-пудинг мы будем подавать с манго, а Кирилл сейчас возьмет... А Кирилл, кстати, очень круто умеет нарезать манго, потому что он это делает каждый день практически. Так, и нам нужно... Обычно что можно добавить в чия? Можно добавить воду просто, да, например. И на самом деле, если по утрам наливать, насыпать чайную ложку чия в стакан воды, это супер детокс-история. То есть ты можешь по утрам... Сколько по времени они должны там пролезать? Нет, просто вот ты там раз, 15 минут, пока ты туда-сюда ходишь, да, сразу выпиваешь этот стакан воды из чия. У меня вопрос по поводу нарезки манго. Мы же... Вот можешь смотреть на Кирилла. Ты его очень красиво нарезала, а как мы это в кашу положим? Или мы ряды положим? А, мы сейчас срежем... А, я поняла. Положите его в тарелку, в тарелку, да. У нас, в общем, сегодня кокосовое молоко, не домашнее. Вообще я, если говорить о полезности продуктов, классно, когда все, что ты делаешь... Какая вот красота у нас. Да, все ты делаешь дома. Я не супер доверяю покупным всяким разным сделанным продуктам. Но вот сегодня у нас кокосовое молоко, тоже хорошее. С водой, наверное, мы размешиваем. Если вы не купили только кокосовое молоко, которое жидкое, и вас пугает консистенция молока кокосового в банках, вы можете разбавить его водой и сделать ту консистенцию, которая вам нужна. И у него такая замечательная получается кремовая текстура, сливочная. Как йогурт практически. Абсолютно верно. Все рецепты вы потом сможете найти на аккаунте шоу Оли Гвакамоли. Мы всегда публикуем. Следите за обновлениями. И там как раз один из последних хвостов, хвост про манго, про его пользу, про то, вообще, история этого фрукта. На самом деле, зачастую люди боятся иногда есть много фруктов, особенно во второй половине дня. Манго вообще считается таким, да, супер сладким, но по калорийности у него ничего такого зашкаливающего нет. Там всего 67 калорий. Но все равно, честно говоря, поосторожнее. В смысле, я за фрукты, я очень люблю фрукты, но... Но это лучше же, чем промышленные сладости или торты. Да, это прям даже не обсуждается. Поэтому мне кажется, что просто иногда человек, лишая себя фруктов, в итоге может это заместить, попробовать чем-то совсем не полезным. Надо не просто лишать, а надо, чтобы в основном в твоем рационе были овощи и фрукты. Покажу, у нас такие красивые получились ломтики. Мы сейчас срежем мякоть. Молодцы. Смотрите, значит, у нас получилось... Сейчас мы сделали че, залили кокосовым молоком. Пусть оно настаивается. А следующее, что я хочу сделать, я беру лен. Ну, где-то одну треть стакана насыпаю лена. Да, заливаем водой и буквально дадим постоять 15 минут. Да, долго не нужно, можно полчаса, там, не обязательно. Если вдруг окажется, что у вас на ночь можно замочить, он не испортится. У вас обычно что на завтрак? Вы одинаково на завтрак? Льняная каша, вот дети очень любят льняную кашу. Там или какие-то мы делаем смузи. Я обычно ем то, что едят дети. Да. Как иногда говорят, я доедаю за детьми. Ну да, это постоянно происходит. Да, но вот Вера с Иваном, они очень любят льняную кашу. На самом деле, самый главный, собственно, совет. Если вы не хотите есть то, что вам кажется, вам нельзя, не нужно это покупать. Ни себе, ни детям. Вообще абсолютно точно, да. Если дома нет той еды, которую вам нельзя, соответственно, никак она не сможет очутиться у вас в тарелке и у вас потом. Совершенно точно. И нужно... Включать осознанность. Включать осознанность с раннего возраста, наверное, это проще. Ну, не понятно. Да, я на самом деле детям не запрещаю. Я просто сама не покупаю ничего из сладостей, которые на производстве готовятся, да, там шоколадки и так далее. И я просто рассказываю, что такое сахар. Сахар у нас дома только кокосовый. И то, мы им очень редко пользуемся. Я видела очень интересный вчера продукт у Светы в Сторе. Очень даже захотела сама себе купить. Кокосовое масло со вкусом сливочного. То есть, у них сын ест безглютеновый хлеб. Тоже очень, я читала, на самом деле, очень интересная философия. Получилось так, что, да, на самом деле, Иван, вот ему сейчас 4 года, но он с детства как-то очень любит хлеб. И потом в какой-то момент, по определенным причинам, мы приняли решение, что Иван, вместе с докторами, что Иван не ест глютен, да, и молочные продукты. А для него хлеб с сливочным маслом – это было что-то такое заберделенное. Я, честно сказать, сама очень люблю черный хлеб со сливочным маслом. И вот можно просто попробовать всем, кто любит, сделать тоже себе такой детокс. Взять и попробовать какое-то время поесть безглютеновый хлеб. Вот есть очень классный, я все время про него рассказывала, хлеб, который и без глютена, и без молочных каких-то продуктов внутри, и без яйца, без сахара. Вообще, то есть он супер какой-то ЗОЖ-хлеб. И я нашла, так случилось, случайно наткнулась на кокосовое масло со вкусом сливочного, там нет никаких химических добавок. И что самое интересное, что кокосовое масло, оно еще и… Я вот каждое утро полоскаю рот кокосовым маслом, оно антибактериальное, и получается, когда ты ешь кокосовое масло, ну вот хлеб с кокосовым маслом, это еще для твоего желудка пользу приносит. Я знаю, что Кирилл еще употребляет какую-то часть все-таки животных продуктов. Дети вместе с папой едят или вместе с мамой? Ну, там, яйца, какую-то рыбу? На самом деле, ну, иногда дети могут себе позволить тоже со мной поесть, но я, к сожалению или к счастью, не знаю, не могу пока исключить некоторые продукты своего рациона, поскольку довольно много у меня тренировок и в неделю, и в день, вот, поэтому мне сложно было бы на растительное питание, но это мое убеждение, я его не транслирую, вот, поэтому, ну и, конечно, если я что-то готовлю, то дети могут со мной поесть. А после поздней тренировки, вот, какой ужин иногда бывает? Это всегда очень интересует, потому что мне часто, например, запрос, как правильно питаться, если ты не можешь отказаться от поздней еды. Вот Кирилл в прекрасной форме находится, и хочется узнать, как есть на ночь. Ну, я на самом деле не люблю давать советы, потому что это все очень индивидуально, и нужно именно слушать свой организм, но я могу сказать, что у меня довольно серьезно разогнан метаболизм, потому что у меня очень много тренировок, и, в принципе, я могу себе позволить поесть даже вечером, признаю, что, собственно, это никак не повредит, там, моему организму, но если вы тренируетесь не так часто, как делаю это я, я, конечно... Это же самый главный момент. Да, я бы, конечно, не советовал есть вечером, но как минимум за три часа до сна. Если хотите есть поздно и много, тренируйтесь больше, на самом деле. Ну, это семь-восемь раз в неделю примерно. Я хотела попросить Свету показать нам, как выращивать дома сельдерей из купленных вот таких вот череночков. У нее красивый очень садик такой, я сегодня... Огородик, да, на самом деле. Я тут недавно наткнулась на такую историю, что когда мы покупаем сельдерей, ну, вот здесь он прям идеальный, такой чистенький, хорошенький, прям подготовили к съемке его. Но вообще зачастую он такой чуть более потолще, здесь какие-то лишние есть листочки, и как обычно мы делаем? Мы просто обрезаем нижнюю часть сельдерея, которая так очень близка к корню, да, как такое предкорневище. Мы обрезаем эту часть, и получается верхние вот эти кусочки у нас идут куда-то в смузи, там салаты, да? Вот у нас сейчас пойдут в смузи, в суп. А вот эта нижняя часть, которая остается вот таким образом, да, мы ее ставим в стакан, представляем, что это наш цветочек, огород, и он просто растет. Потом отсюда прям появляется сельдерей, удивительно очень. И, кстати, вот эти... Интересно для детей, и вообще его поливать не нужно. Листики этого сельдерея, они тоже очень, на самом деле, такие они пряные, их прикольно какой-нибудь суп добавлять в смузи, ну, наверное, дети такое может. И это хорошая история... На салатах. И это хорошая история вообще вот этого осознанного потребления, реюзинга, да, сейчас же модно, когда в ресторане ты используешь все продукты по максимуму, ну, то есть не выкидываешь. Это Zero Waste, так называемый, который пропагандирует некоторые вещи. Да, то есть ты мог бы выкинуть, например, вот эту историю, а мы ее не выкинули, мы ее поставили в воду, и у нас типа вторая, вторая жизнь. Я вот хотела попросить Свету рассказать немножко про опыт проекта How I Feel Good. Они проводят различные занятия йогой, лекции, семинары, кстати, завтра, да, вот у тебя будет? Завтра мероприятие, да. У нас уже выйдет позже выпуск, в сожалению. Каждую неделю у нас, поэтому и завтра, каждую неделю у нас... Я, кстати, собираюсь завтра зайти. Что, у нас уже прошло 10-15 минут, я думаю, что мы сейчас сделаем кашу, нашу льняную замочку с водой сюда, блендер. Блендер должен быть классный, я вот даже сегодня на съемки принесла свой блендер. Это правда. Я везде с ним хожу и езжу, мне кажется, скоро буду ездить с ним. Значит, льняное семя с водой замочено предварительно, минут 15, один банан, можно два, в принципе. Можно добавить для сладости финики. Можно кто-то, если что-то любит свое сладкое, или можно вообще... Курагу там замоченную, изюм, или кто-то, если какие-то сиропы любят, топинамбура там, или кокосовый сахар. Тепинамбура, кокосовый, да, жидкий же есть. Все, что у меня дети бывают вообще без сладостей каких-то едят, а просто сам банан дает сладость, поэтому прекрасно. Тем более мы потом в льняную кашу добавим сладкий манго, поэтому не обязательно ее супер-мега там как-то переслащивать. Хотелось бы, чтобы Кирилл рассказал нам немножко про First Club Cup и вот про Небось и спорта тоже тут. Да, да, да. Очень интересно на самом деле, потому что такие полярные проекты у супругов, но при этом очень красивые, уживаются в рамках вашей семьи. Да, проект First Club Cup 8 лет назад мы придумали турнир, чемпионат, и как-то так сложилось, что большинство участников это представители ресторанной отрасли, там и клубной, и барной. Вот, и вот проект уже 8 лет существует, 2 раза в год мы собираем рестораторов, там, журналистов, художников, диджеев, музыкантов. Да, мы делали, у нас была активация с футбольным клубом «Ениты», у нас был выставочный матч женских команд, где тренером, ну, условным тренером одной команды был Юра Ладыгин, а второй был Доминик Кришина. Вот, да, и такое было шоу перед финальным матчем нашего турнира основного, где встречали две команды, вот, но на самом деле проект First Club Cup это было начало пути спортивного, потому что… В чем пришла такая идея? Ну, как-то так сложилось, что в отрасли, в которой мы работали, и Света, ее деятельность, пиар-инвент индустрии, очень много было друзей, связанных именно с рестораном, какие-то были владельцы, кто-то были управляющие и так далее. В какой-то момент просто на одной из вечеринок мы вот решили… Поиграть в футбол. Да, начали общаться, и я думаю, а давайте сделаем какую-то лигу, в которой мы могли бы все между собой соревноваться. И как-то это все из дружеского разговора переросло, и вот уже 8 лет существует, уже более 15 турниров мы провели. Помимо футбола, там был еще баскетбол, волейбол, питанг, настольный теннис. Питанг – это вообще интересно. Вот, а «Не бойся спорта», соответственно, он так гармонично вышел из First Club Cup. К пятилетию проекта я придумал на тот момент уникальный хэштег «Не бойся спорта», потому что это такая философия людей, которые принимают участие в нашем турнире. Это в основном люди взрослые, у которых было когда-то спортивное прошлое, или наоборот, его совсем не было. Типа меня. Да, и мы как раз вовлекаем людей в то, чтобы они, несмотря на свою профессиональную деятельность, иногда занятость и так далее, все равно принимали участие в турнире и занимались спортом активно. Мы со временем, собственно, даже First Club Cup отошел, ну не то чтобы на второй плате, так как стал один из проектов нашей команды «Не бойся спорта». И это уже такое целое спортивное движение, мы делаем благотворительные фестивали, мы делаем забеги. Да, я очень хотела бы участвовать в забеге в августе, но уезжала именно. Да-да-да, ну то есть это уже… Слово сделал детскую карьеру, ему участие, я вообще бег люблю, хотя раньше ее не любила. То есть не бойтесь бега, не бойтесь спорта. Ну что, ребята пока едят супер вкусную кашу льняную, и все вокруг. Очень вкусно, за кадром у нас наша прекрасная госпожа-продюсер наслаждается мельменным семенем. В общем, я рада, что нравится, мы сделаем сейчас суп, который можно также есть в любой момент. Мне кажется, кстати, его можно есть и на ужин, например, и там теплые водички добавить, и, например, авокадо туда покажите. Да можно и не добавлять никакой теплой водички. И на акаду с бакамоле, например, ну, если хочешь тепленькую. Это полностью сыроедческий суп получается из сырых продуктов, необработанных. Мы берем два авокадо, два огурца. Здесь два огурца. Немножко слитерея, да, два. Значит, у нас много супа, мы сейчас весь ресторан накормим. Это такая главная отличительная особенность наших всех блюд, которые мы готовим в кадре, и мы их едим. То есть это не бутафория какая-то, а действительно получается то, что можно... А мы так прям нарезали. Молодцы. Ой. А ну, ничего страшного. Извините. Надо было сюда свою собачку взять. Два авокадо, два огурца, два... Две чесночинки. Две палочки сельдерея. Две... Все по две. А получится не для двоих, а получится... Получится для четверых, как минимум. И берем кокосовое молоко. Напоминаю, что вы можете взять кокосовое молоко густое и разбавить его водой до нужной консистенции. Можете брать, в принципе, не обязательно кокосовое. Сюда любое растительное, мне кажется, будет неплохо. Но кокосовое, оно такое больше выраженный вкус имеет. Так. И опять же, мой любимый блендер. Ну вот. Слушайте, пахнет. Очень вкусно. Сюда можно и шпинат, опять же, пофантазировать, добавить. Можно вот все, что любишь, плюс-минус. Но вот основа такая. Продолжаем нашу готовку. У нас уже готов такой прекрасный суп из авокадо. Чуть-чуть укропчика туда порезали. Я вот на самом деле сама укроп очень люблю. У нас он незаслуженно обижается постоянно нашими прекрасными поварами города. Я вот, например, его очень люблю. Я прям с грядки люблю есть. Дети у меня очень тоже любят. С грядки – это вообще как бы уже другое даже, собственно, совсем дело. И сейчас у нас наступает кульминационный момент нашего выпуска. У нас теперь каждый выпуск мы устраиваем конкурс с прекрасными призами, которые предоставляют сегодня наши прекрасные гости. Света разыграет возможность поучаствовать в утренней йога-сессии в любую из пятниц. Да, это мероприятие, во время которого у нас полтора часа идет йога утром. Сейчас у нас культурная йога. До конца этого года мы каждую пятницу в 8 утра встречаемся в галерее искусств в разных галереях, на разных сценах, театрах, концертных залов интересных. Но в культурных местах идет час-полтора йога, и потом интересная лекция. Вот последняя лекция была про глютен, например, да, от специалистов интересных, про экологию, про заботу о себе. В общем, и не только пищей, которую мы готовим, а пищей для ума, пищей для души, это очень важно тоже. Поэтому участвуйте в конкурсе. С радостью дарю такую историю. И сейчас я задам у Свети вопрос, на который она ответит. Вам нужно будет указать в комментариях под постом, который мы выложим в шоу Ольгу Камоли Аккаунте, ответить правильно. Представь себе такую ситуацию. Ты знаешь, что тебе завтра нужно оказаться на не летаемом острове. На неопределенное количество времени. Какие три продукта ты возьмешь с собой? Это будет манго. Это будет манго. Сейчас я подумаю, надо еще выбрать между авокадо. И будет манго, авокадо и сладенькие помидорки черри. Бинго! Главное, мой любимый ответ прозвучал, потому что я, конечно, очень радуюсь, когда слышу, что авокадо все-таки будет врать, как нашу главную ягоду. И, естественно, это не единственный приз. Кирилл тоже, в свою очередь, готов поделиться с тем, кто правильно ответит на вопрос, касающийся его. Он поделится возможностью потренироваться в школе футбола для взрослых. И вопрос, собственно, такой же, как Свете. Что ты возьмешь с собой на не летаемом острове? Какие три продукта? Я думаю, что если мы окажемся вместе, нам точно нужно много манго. Поэтому я бы, честно говоря, взял бы какие-нибудь безглитеновые макароны. Да пусть будут бананы. Бананы? Отлично. А третье? Манго. А, ты манго берешь? Да, ну, манго нужно много манести. Дополнительную порцию. Правильные ответы прозвучали. Участвуйте в конкурсе активнее. Итоги мы достаточно скоро подведем. Прекрасно. Я хочу поблагодарить кадры. Сегодняшний наш ресторан, в котором мы готовили, Евразию. Они нам предоставили прекрасные продукты. И дали, как обычно, полный карт-бланш. Поэтому, возможно, у них в меню скоро появится страничка для тех, кто хочет какую-то интересную растительную еду в ресторане съесть. Спасибо нашим дорогим гостям за то, что согласились прийти, рассказать о том, как питаться здорово, здорово, вкусно, интересно. Секси и все остальное. Чтобы зеленым к Новому году был только суп в вашей тарелке, а не цвет лица. И не бойтесь спорта. Не бойтесь йоги, не бойтесь манго и других фруктов. Ешьте больше овощей. Всем спорт и галкамоле. Спасибо большое. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok